МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо мной все смеются. Вот одноклассников сколько своих видела. Ой, Надя, да ты что? Да ты с ума сошла? Неужели ты еще четвертого родила? А вот я еще и пятого буду. Одна из героинь фильма – домохозяйка Надежда Шпагина. Четверо детей в одной комнате общежития. Но, несмотря на более чем скромный быт, она считает, главное предназначение женщины – это рожать и воспитывать детей. И неважно, в каких условиях. Я бы их, ну как в простонародье, говорят, рожала, пока есть возможность. Пока могу родить. А в исполкоме говорят, нечего рожать, если нет условий. Ждите условия. Так извините меня. Пока я дождусь этих условий, мне рожать будет поздно. Рожать в 90-е было, правда, сродни подвигу. Это не казарма, это роддом. Палаты на 10-12 человек, отсутствие элементарных удобств, нормального кормления рожениц, медикаментов. Ведь иногда и шприцы были дефицитом. Моя старшая дочь появилась тогда именно вот в таких условиях. А по-другому нельзя было никак. Первый раз, я говорю, меня привезли в роддом, они вообще не знали, что я родила. И потом подошли ко мне, да, говорит, что лежишь, молчишь. Я говорю, что, да ты же, говорит, родила ребенка. Я говорю, я знаю, а что мне, кого звать, если они чай сидят, пьют. Это дело было в 5 утра. Второй раз меня привезли, там мест не было, даже в калидоре я сидела в этом, в каком-то умывальнике или в ванной комнате, на уголке ванны на краешке. Рядом со мной сидела женщина, рожала двойню, на стуле сидя. Впрочем, как и после роддома, очень многих ожидали нерадостные реалии. Семеро по лавкам, на общей кухне, в общем туалете общежития, когда личная жизнь – это общественное достояние. Многодетная мама Надежда тогда рассуждала о том, что конкурсы красоты – это, по сути, зло, потому что женщины там неестественные, с килограммами косметики. А настоящая женщина, она вот такая. Да какая тут может быть красота? Ну где ее взять, эту красоту, если себе, буквально себе, несколько минут не уделишь. Чтобы поставить перед зеркалом, вот так вот, привести себя в порядок. Эти полчаса – это проблема. Проблема, да еще какая, найти для себя этих полчаса. Правильно, молодец. Я не знаю. Это только ночами с собой заниматься. Ночью стараешься тоже лишний раз маленечко хоть вздремнуть. Впрочем, 90-е, на перестроечной волне ветроперемен стали появляться и другие женщины-бунтари. Рок-фанатки, для которых деторождение – далеко не самоцель. О других буднях прекрасны половины человечества в следующий раз. Наталья Кеичина, Новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисейкино.